Сейчас покажу, что мы примерно взяли с собой поход. Поход рассчитан приблизительно на восемь дней, у нас такой расклад получается, взяли мы пять палок такой колбасы сыровяленой, колбаса уже проверенная не раз, ходила со мной походы, то есть она свободно неделю выдерживает летом в жару, пять палочек колбасы. Ну и как всегда я беру с собой острый перец, очень полезная штука, рекомендую тем кто не бреззует и кому он не противен. Так, взяли мы восемь буханок хлеба такого казацкого, может и много, не знаю, но взяли. Дальше, что у нас из мясного, взяли мы мясо индюков, баночку, мясо конины, баночку, еще раз мясо индюков, то есть две баночки мяса индюков, мясо конины и сардина в томатном соусе. Дальше, по мясу я специально готовлю такое мясо, у меня тут обозначено мясо два, как видно, и мясо один, просто мясо один я режу маленькими кубиками, а мясо два, это я мясо пропускал через мясорубку, затем проваривал около 20-25 минут его, уваривал почти до сухого, оно было в виде каши и тогда вылаживал, сушил, ну, я, соответственно, его перемешивал со специями уже непосредственно перед выкладкой на сушилку, и вот такое мясо, очень-очень вкусное в походе, то есть его можно добавлять куда угодно, очень хорошо себя показало, то есть это я два килограмма мяса засушил, у меня где-то вышло грамм, ну, может, 400 его, то есть оно пять раз усохло, я его по таким пакетикам вот уже распаковал, вот такие пакетики у меня маленькие, я их покупаю, у меня их всегда много, это для походов, вот я, допустим, взял, вот так, одна порция варю, там на троих бросил, оно разварилось вот такое кубиками мяса, и очень вкусно, вот такое вот мясо. Также я насушил картошки, тоже картошка 2 и картошка 1, это я просто резал разного размера, в кубиках и пластиночках картошку, то есть это мельче картошка, картошка 2 мельче она размером, картошка 1 крупнее, ну, как бы я подписываю, чтобы не было потом проблем, подписал, все, открыл, порочитал, взял то, что надо, сварил, приготовил, все выходит отлично, то есть я взял 5 килограмм картошки и засушил ее, ну, тоже где-то грамм, наверное, до 600, я точно не помню, но очень хорошо усушил, там уже до 800 не буду обманывать, просто не помню. Также я брал, где у меня здесь, оно, вот, я брал лук, точно так же нарезал мелко, сушил, и он там, у меня килограмм лука, высушенный, вот, в таком вот, в двух пакетиках уместился, тоже очень, лук очень хорошо усыхает, чуть ли не в 10 раз, а больше, наверное. Точно так же я сделал с морковкой, натер ее на терку, на крупную терку и положил в сушилку, она усохла, из килограмма здесь, может, грамм 100 остается, и больше, и того, наверное, не будет. Также мы берем суп харчо, в такой пакетах, я прокалываю обязательно вот такие пакеты, иголочкой спускаю воздух и плотно заматываю скотчем, вот здесь у меня две пачки супа харчо, очень плотно смотанные, то есть они компактно вмещаются в рюкзак, очень мало места занимают, точно так же я делаю с мивиной, беру прокалываю иголочкой, выпускаю воздух, но предварительно я ее разминаю, потому что она таким брикетом прессована, брикет занимает большой объем, а когда она размята и проколотое отверстие, я выпускаю воздух, и вот две пачки мивины, у меня получается вот такого размера, точно так же я беру пюре, тоже прокалываю отверстие, и сматываю плотно скотчем, очень плотно получается, вот здесь у меня соус социбели, смотан с горчицей, то есть пакеты такие, ну как бы сейчас я не буду распечатать, но обычные пакеты полиэтиленовые с закрутками, вот с такими видно, я их два штучки вместе складываю, два пакетика плотно-плотно уматываю, плотно уматываю скотчем, в общем здесь горчица и соус социбели, точно во втором же в таком пакете горчица их, вот социбели, горчица с хреном, то есть тоже очень компактно получается, вот здесь четыре пакета, ну соответственно мы берем соль, соответственно мы берем различные приправы, вот такие к примеру, берем зелень укропа, вот укроп берем, так же у меня расфасована гречка, получается 600 грамм гречки, нет, не 600, 900 грамм гречки, то есть 6 пакетиков, один пакетик, одна порция на троих, то есть мы туда можем добавлять и мясо, и морковку, и лук, и приправы, в общем что угодно, и получается очень вкусно в походе, так же я беру арахис, точно так же сырой арахис, покупаю в магазине недорого, я его в микроволновке, подсалив, в микроволновке я его прогреваю, то есть смотрю до момента, когда он уже будет готов на вкус, в общем он остывает, я его расфасовываю в пакетике, по два пакета и сматываю, вот так, так же в поход мы сахар берем, желательно в таких баклагах, баклага очень крепкая, вот такая и такая, эта баклага у меня, наверное, уже года два, даже три, это в шестнадцатом году я купил ее, она очень удобная, я в ней ношу сахар, так же мы берем чеснок, поход свежий, вот я сразу отделяю зубки, чтобы много места не занимало, чтобы он много места не занимал, и так вот пакетики носим, когда нужно достаем, употребляем, ну из питья, для питья мы берем, берем иван-чай, этот чай собственноручно собран мною, в западной Украине, отферментирован и высушен, и упакован, у меня на канале есть видео, как я это делаю, кому интересно, можете найти, посмотреть, так же мы берем чай майский, мы берем в пакетиках чай, вот таких, которые на веревочке, и я его засовываю в кулечки, и сматаю очень плотно, это вот, в общем, это одна упаковка чая, получается 25 пакетиков, вот они здесь вместились, очень компактно, берем кофе в стиках, ну это мы его пьем, в крайнем случае, когда нам не хватает основного кофе, здесь так как бы аварийный запас, но я кофе пью очень редко, это так, ребята больше его употребляют, ну взяли основное кофе вот такое, в Голдмис кафе, так же я взял на всякий случай каркаде, кисленькое, очень полезное, приятно попить за руку, ну и сладкого мы берем, что мы берем из сладкого, из сладкого мы берем конфеты, тут у нас разнобойные конфеты, микс такой всякий, тут в куче смешанный, тоже расфасованы, вот одна упаковочка, вторая, третья, ну грамм 600 на троих, далее, я беру изюм тоже, вот такой изюмчик у нас тоже, прокалываем дырочки в пакетиках, заматываем плотно, воздух выпускаем, и вот получается два пакетика изюма, очень вкусно в походе, так же морские камешки у меня, это изюм в карамели, очень, очень вкусно, так же из сладкого у нас есть вафли артек, вот такие, или вот такие, тоже я всегда их сматываю скотчем, плотно, и они тогда лучше сохраняются, меньше мнуться и ломаются, обычное галетное печенье мы берем с собой, вот такое, берем так же мы гущёнку, три баночки на троих, то есть на 8 дней как раз, вот такие берем, такое печенье в шоколадной глазурь, с присыпкой, очень вкусно, проверено уже, и вот такое печенье, но не дорогое, но при этом очень вкусное, тоже, как видите, смотано скотчем плотно, и оно так как бы не болтается, не телепается, очень компактно ложится в рюкзак, и не ломается, ну и семечки берем, это так, когда уже в досуге делать нечего, мы их употребляем, ну может что-то и забыл показать, ну в принципе все, из того, что мы взяли, не знаю, может немножко и переборщили с количеством, ну я думаю на 8 дней, на троих, на троих здоровых мужиков, это нормально, ну плюс мы еще будем рыбу ловить, там креветок, это я все буду показывать, вот такой у нас рацион.